11.05 в Кирове. Дневной разворот на 101FM. Владимир Сметанин. И Юлия Афанасьева. Добрый день. Приветствуем вас. Желаем хорошего дня. И, как обычно, в начале разворота мы анонсируем те темы, которые у нас сегодня будут в передаче. Давай начнем по традиции со второго часа. Да? Так, со второго часа это ЕГЭ. Нет, второй час у нас все-таки дорога и добра. Давай ты со второго часа, а я про ЕГЭ расскажу. Да. Представителей организации «Дорога и добра» мы будем ожидать в 12.05 в нашей студии. Это Ольга Шибека и Елена Лянгузова. Дело все в том, что продолжают эти ребята. Ну, большая, конечно, там дружная команда. Я имею в виду их целиком, когда говорю «ребята», продолжают эти ребята ремонтировать свое новое здание по адресу Роза Люксембург 67А, на прикрестке Карла Маркса и Розы Люксембург. Я напомню, что депутаты городской думы приняли единогласное решение весной этого года о том, чтобы дорогу и добра получилось все-таки это помещение, потому что здание то, где они занимаются сейчас с особенными ребятами на Егоровской 4, там помещений катастрофически не хватает. Ну и, собственно, серьезная сумма и серьезные вложения должны быть сделаны, чтобы это здание на Розы Люксембург зацвело, распахнуло свои двери перед ребятами. В общем, как идет ход? Идет ход. О ходе, собственно, ремонта мы поговорим уже во втором части. Ну что же, а в первом части мы обсудим итоги учебного года 2016-2017 в кировских школах. У нас будут по телефону много экспертов, но сначала, наверное, немного цифр. Да, конечно. Самая свежая информация от 27 июня о том, что в Кировской области стабильные результаты ЕГЭ. 1 июля, на самом деле, закончился основной период сдачи ЕГЭ, когда все основные предметы уже сданы, остались какие-то дополнительные. Итак, результаты ЕГЭ стабильны. В нашей области 51 выпускник имеет 100-бальные результаты. Самое большое количество стобальников по русскому языку – это 41 человек. Также официальная информация от Министерства образования о том, что улучшились результаты по обязательным предметам – это математика, русский язык, выше баллы по сравнению с прошлым годом по физике и географии. И уменьшилась доля ребят, которые вообще не сдали экзамен. Точная цифра известна? Сколько этих не сдавших? Здесь есть цифры в процентах. От общей массы? Да, в процентах от общей массы. Например, число не сдавших по профильной математике сократилось до 10% с 15% в 2016 году. По физике до 2,3% с 3,4% и по географии не сдали в этом году 1,5%, а в прошлом 5,1%. Ну, я еще несколько вводных слов хочу сказать. Вполне, по-моему, логично, что мы решили поговорить на эту тему, обсудить итоги уходящего или уже ушедшего учебного года, потому что школа – это огромная часть нашей жизни, безусловно. И вот я лично признаюсь, в конце весны, в начале лета вспоминаю все-таки свои выпускные экзамены и так далее. Тогда еще ЕГЭ в помине не было. Я напомню, что в начале 2000-х ЕГЭ в качестве эксперимента был введен. Я, честно говоря, о ЕГЭ вообще мало чего знаю. А я его сдавала. Вот очень мало чего знаю. И судить, хорошо это, плохо, я вот не хочу и не могу. И, кстати, у нас опрос на эту тему есть на нашем сайте. Да, опрос есть на эту тему. Как вы относитесь к ЕГЭ? Положительно, отрицательно или мне все равно? Небольшая обратная связь, потому что мой выпуск 2003 года был первым выпуском в Кировской области, который сдавал ЕГЭ. Прямо все по-серьезному было? То есть это уже не эксперимент, а у вас были четко фиксируемые результаты? Да, совершенно верно. У нас были четко фиксируемые результаты. Это был ЕГЭ по математике. Скажу, что школьный экзамен, обычный школьный экзамен, который был раньше, наши ребята писали минут за 30. На ЕГЭ полные 4 часа мы отсидели, и все это время мы что-то делали. Как зомби сидели, что-то там писали. Имеешь в виду, за полчаса раньше можно было выполнить задание по математике? Да, да, да. Вот это контрольная выпускная работа. Училась я в экономико-правовом лицее. И понятно, что нашим выпускникам было очень легко сдавать вот этот экзамен по математике, который был до ЕГЭ. К ЕГЭ нас готовили 10-11 класс. У нас было миллион репетиторов. То есть во внеурочное время вы посвящали? Конечно, во внеурочное время был репетитор в лицее, был репетитор индивидуальный. То есть нас муштровали, готовили к ЕГЭ. Я написала на 93 балла математику. Из 100. То есть это пятерка получается? Да, конечно же, это пятерка. У нас пятерка начиналась от 85 баллов, но было непросто. Особенно если сравнивать с тем экзаменом, который был. Слушай, к черту наших гостей, давай ты сейчас будешь про все рассказывать мне сейчас всю программу. Я на самом деле ничего не знаю. Володя, мне кажется, всем остальным будет не очень интересно, если я буду всю программу про ЕГЭ рассказывать. Моя супруга, например, тоже сдавала ЕГЭ. У нее таких радостных ощущений и впечатлений я что-то не замечаю по этому поводу. А ты как оцениваешь во всей системе ЕГЭ? Ну, мне на самом деле трудно оценивать, потому что когда мы сдавали, мы сдавали всего один экзамен. Но для нас это, конечно же, было адски сложно. Потому что никто не знал, что же это такая за штука ЕГЭ. С этим никто никогда не сталкивался. И у нас была очень сильная муштра 10-11 класс. Как сейчас ребята сдают несколько экзаменов в форме ЕГЭ, мне очень сложно представить, потому что подготовка к одному несчастному экзамену заняла у нас действительно два года. У нас очень много времени на это уходило. И плюс у меня был профильный математический класс. То есть можно себе представить, сколько времени у нас занимала алгебра, геометрия, еще плюс подготовка к ЕГЭ. Ну, позволь, задам тебе все-таки этот вопрос. Ты, значит, отчасти, наверное, хотя бы отчасти согласна с тем, что ЕГЭ – это вот такая муштра, это натаскивание на то, чтобы его сдать. И сдать желательно благополучно. Слушай, ну это как любой экзамен, это как учиться водить. Говорят же, да, что в автошколе тебя не учат водить, в автошколе тебя готовят к сдаче экзамена. Я думаю, что с ЕГЭ в принципе такая же история. Другой вопрос, что когда-то количество все-таки переходит в качество. Я говорю там про количество решенных задач, примеров, кейсов. То есть все-таки в определенный момент, конечно же, количество вот у меня перешло в качество. Но это не сразу случилось. Это, конечно же, случилось не сразу. Там сложные задания, сложные уравнения с параметрами давались лично мне очень тяжело. И мне понадобилось достаточно много времени, чтобы вообще во все это въехать. Ну, ты знаешь, вот в целом в стране я попытался помониторить, что думают наши соотечественники по поводу единого государственного экзамена. Я искал исследования социологов, конкретных социологических служб, но вот почему-то свежих результатов не нашел. Нашел только данные за 2013 год. За 2013 год это уже много времени прошло с момента внедрения ЕГЭ. Так вот, смотри, почти 40% россиян, это фонд общественного мнения, почти 40% россиян считают, что уровень знаний после введения ЕГЭ у учеников снизился. Довольно серьезный, высокий процент. А чем объясняют? А вот, видимо, какое-то субъективное ощущение такое, субъективное восприятие ЕГЭ. Смотрят, видимо, на молодое поколение, в целом на выпускников, и вот дают такой вариант ответа, что они хуже стали, меньше у них знаний. Подожди, 16% тогда, в 2013 году, сказали, что все-таки уровень знаний стал выше, а 65% считают, что прежняя система, когда ЕГЭ еще не было, позволяла оценить знания объективнее. О как! Так что можно сделать вывод, что в целом страна так скептически относится к системе ЕГЭ. Хотя ЕГЭ – это сегодня не основная наша тема, мы в целом, конечно, будем в этом году продавать. Да, мы просто начали с ЕГЭ. Мне вообще очень сложно представить, как сдают ребята ЕГЭ по литературе. То есть по математике все понятно. Задачи, уравнения, параметры, геометрические задачи. Как сдавать ЕГЭ по литературе, половина в форме теста. Ну, мне очень сложно это себе представить. Ну, ты помнишь, новшество впервые было в этом году или в прошлом еще учебном, когда в середине года все-таки сочинения еще ввели для выпускников. Да, они же сейчас в середине года еще пишут сочинения, и по его результатам они решаются, будут ли они к ЕГЭ допускаться или не будут. Именно по литературе и русскому языку. Вот такая система сейчас. Кстати, хочу еще озвучить данные по выпускникам, которые получили медали в этом году. Честовали, кстати, медалистов на прошлой неделе буквально в филармонии. И вот что без СМИ и сайту было правительство. По этому поводу сообщает. 42 школы города, 226, собственно, выпускников этих школ получили медали. 196 из них золотые, ничего себе какой перевес, а 30 серебряные. Вот я в свое время стал обладателем серебряной медали. Я тоже. Да? Хотя у меня, кстати, пятерки одни. Ты будешь смеяться, но единственная оценка 4 у меня была по русскому языку. По русскому языку. Да. Ну, ладно. Можно забыть. Несмотря на то, что я его любила и впоследствии еще работаю журналистом. Зампред правительства Дмитрий Курдюмов сказал следующие слова в адрес выпускников, медалистов. Сказал, что вы интеллектуальная элита нашего региона. У вас впереди большие планы. Вы получите достойное образование в высших учебных заведениях и будете уверенно двигаться по жизни. Но мы, то есть руководство, заинтересовано, чтобы при вашем непосредственном участии развивался не только наш город, но и вся Кировская область. С только совместными усилиями мы сможем сделать наш регион лучше. Уважаемые слушатели, мы сейчас сделаем небольшую паузу и начнем по телефону связываться с директорами, в том числе, кировских школ, с которыми накануне договорились пообщаться, подвести итоги года. Но мы хотим и ваши голоса тоже услышать. Вот ваш ребенок, ваш сын, ваш дочь или ваш внук или ваш племянник или племянница в этом году закончили школу. Как они дальнейший свой путь жизненный видят? Ну, мы хотим понять, что молодое поколение по этому поводу думает, куда собираются поступать, какую профессию уже выбрали, куда документы собираются подать или уже подали. Вот хотим... И вообще, собираются оставаться в регионе или собираются уезжать? Да. Мне кажется, это тоже очень важно. Да. Ну и в целом, может, про современную систему образования высказаться. Мы продолжим наше общение через минуту. Продолжается дневной разворот в студии Юлия Афанасьева. И Владимир Сметанин. Да, мы подводим итоги учебного года 2016-2017. У нас есть звонок, и мы приветствуем в нашем эфире директора лицея информационных технологий номер 28 Николай Целищев. Николай Евгеньевич, добрый день. Добрый день, здоровья. Да, добрый день. Спасибо, что вышли на связь. Поздравляем вас, в первую очередь, с окончанием очередного учебного года. Или он еще не завершен? Да, да, очень спасибо. Или он еще не завершен? Или завершен уже? Ну, у нас, да, он завершается уже. Сейчас последние штрихи остались. Ну, и надеюсь, что все завершится. Это уже какой по счету уходящий учебный год в вашей директорской практике уже? 11-й. 11-й. Ну, цифры уже приличные. Николай Евгеньевич, а чем этот год лично для вас и для ваших учеников отличается от всех предыдущих? Ну, вы знаете, в этом году итоги, которым завершил обучение вот в 11-й класс лицея информационной технологии, меня как директора очень порадовали. Был очень хороший выпуск. Завершили обучение с медалями за особые успехи в обучении 17 учеников, выпускников лицея. Это успех. Это ребята, которые, на самом деле, заслужили эту медаль. По мнению всех учителей, значит, это абсолютно честные медали. Вот, поэтому нас это, конечно, очень радует. А эта цифра по сравнению с предыдущими годами, она больше? Она больше гораздо. Да, да. И здесь, конечно, дело еще и в том, что изменились несколько подходов к вручению медалей. Сейчас достаточно, чтобы у ребят были только отличные оценки по итогам 11-го класса. Раньше брались во внимание еще и результаты успеваемости в 10-м классе. Ну, и по всем полугодиям 11-го класса. Сейчас только итоговые за 11-й класс. Но, тем не менее, это не умаляет заслуг тех учеников, которым я с удовольствием на выпускном вечере вручил золотые медали. Потому что это все молодцы. Они, на самом деле, в наш век практицизма учились по всем предметам школьной программы на оценку 5, а это заслуживает медалей. Ну, и логично, наверное, продолжить вопросом, куда же ребята-медалисты собираются пойти далее? Вы знаете, ребята, в принципе, это сейчас будут пробовать. Перед ним открыты все пути, все дороги. Они, значит, полны желаний, стремлений. Будем надеяться, что они поступят в самое лучшее учебное заведение. Мы, конечно, ориентируем, чтобы они все-таки оставались в нашем регионе. Очень бы хотелось, чтобы, на самом деле, они поднимали наш регион и остались. Но здесь школ очень мало на это может влиять. В любом случае, если результат наших ребят будет конкурентоспособным, а я надеюсь, что так оно и будет на уровне России, то, естественно, что их будут точно так же ждать и лучшие школы, высшие школы, то есть учреждения высшей школы не только нашего города и нашей области, но и России. Я только желал им всегда успехов и исполнения всех желаний. Николай Евгеньевич, а как ваши ребята сдали ЕГЭ в этом году? Ну, вы знаете, сдали ЕГЭ достаточно хорошо. В принципе, это по всем практически предметам школьной прогрессии. Вот те, которые не сдавали, успехи нашего лицея выше среднего по области. Ну, в принципе, это как раз и доказывает, что вот даже за счет того, что это средние результаты, но вот наши медалисты, они вытянули достаточно высоко. То есть успехи есть, правда, к сожалению, нет стобальников, но есть близко 98-95. То есть на уровне 90 баллов сдало очень много, большое количество учеников, и общий балл будет, я думаю, что достаточно приличный. А обычно стобальники бывают? Ну, да, бывают как бы, но это все-таки, вы знаете, это редкость. Все равно это ребята, которые на самом деле победители, призеры Олимпиад, которые, конечно, скажем так, свой предмет, один хотя бы, да, но знают досконально. А когда встречаются еще ребята, которые по 2 и 3 предмета на 100 баллов сдают, ну, это уже просто ребята, перед которыми хочется снять шляп. Да, я хотела спросить отношение Николая Евгеньевича к ЕГЭ. В принципе, давно обсуждаем, да, давно задаем этот вопрос нашим экспертам. Но, тем не менее, система ЕГЭ оправдывает себя, либо требует доработок? Вы знаете, ну, как процедура все-таки сдачи итоговой тестации, совмещенная с бустными экзаменами в школу, она, наверное, имеет право быть. И, честно говоря, мы уже к этому немножко привыкли. Вот, поэтому очень хорошо, когда ребята, сдав, значит, ЕГЭ, могут претендовать на поступление, говорю, в высшее учебное заведение не только, скажем, нашего города, но и всей страны. То есть они не, скажем, не нужно ехать. Да, да, не ограничены. Вот в этом плане огромный и большой плюс. Другое дело, постоянно мы говорим о совершенствовании, необходимости совершенствования этой системы. И, насколько я знаю, и я думаю, что все знают об этом, что процедура меняется, то есть как бы, да, то есть уходят вопросы как бы угадалки, когда надо было просто выбрать. Вот, поэтому понятно, что здесь, ну, в принципе, совершенствовать можно бесконечно. Вот, поэтому я думаю, что у ЕГЭ все равно уже, скажем так, она уже является данностью нашего времени. И ребята, в принципе, это, которые готовятся к ЕГЭ хорошо, то есть они и сдают его хорошо. Ну, как бы случайности бывают очень редко. Николай Евгеньевич, еще один вопрос. Ну, а в целом, вот если брать последних несколько выпусков, и уже в бывшей 28-й школе, и в современном лице информационных технологий, номер 28. В целом, выпускники какие специальности выбирают, куда поступают, в какие учебные заведения, и велик ли процент тех, кто все-таки уезжает за пределы региона, в те же самые столицы? Ну, я понял вас. Год на год мне, конечно, не приходится, но дело в том, что в нашем лице, и до лицея в школе 28, которая славила всегда многопрофильность, как раз профильная школа, вот профильный, да, то есть он и определяет во многом выбор, значит, образовательные учреждения, куда ребята поступают, если это по направлению говорить. То есть в течение многих лет, то есть начиная с 8-го класса, мы готовим их к выбору различного направления, и, конечно, когда ребята уже в 10-м классе, изучаясь по профильному предмету, они уже практически непосредственно в течение нескольких лет идут для, вот, скажем, поступления на это направление. Поэтому, естественно, что класс с углубленным изучением химии и биологии поступает на медицинское направление, и очень хорошо поступают. Дальше классы, которые учатся в информационно-технологическом профиле, поступают на то, что связано с информационными технологиями, и они, в принципе, достаточно неплохо тоже туда поступают. Ребята с гуманитарного профиля поступают к гуманитарным направлениям, поэтому мы, позиционируя себя как многопрофильное учебное заведение, постараемся всегда готовить ребят по выбранному им профилю. А что касается, где они больше остаются, но вот тут, я говорил уже, год на год не приходится. В прошлом году у нас достаточно много осталось в нашем, значит, регионе. А вот в связи с тем, что в этом году выпуск просто звездный, ну, боюсь, что, хотя, ну, как бы, знаете, боюсь в кавычках, да, боюсь, что больше, конечно, количества уедут в другие города, потому что, говорю, вот баллы им позволят это сделать. Разлетятся, разлетятся из родного гнезда, да? Да, да, к сожалению, ну, во всяком случае, тут трудное такое чувство, трудное чувство, как бы, сожаления, и, с другой стороны, может быть, и радости за них, потому что, ну, не секрет, что там больше возможностей, больше перспектив, ну, в принципе, это пусть будет все у них хорошо. Еще один последний вопрос. А педагогическую специальность многие выбирают, выпускники лицея? Вы знаете, есть такие ребята, их, правда, к сожалению, может быть не так много, но такие ребята есть, и мы, честно говоря, их очень в этом плане попытаемся поддержать и говорим то, что они выбрали правильное направление, потому что работа учителя, она все-таки очень, ну, такая трудная, но вместе с тем благодарна. И вот сейчас, особенно в конце года, учителя, на самом деле, вдохнув, очень выдохнув, очень, так скажем так, с облегчением, все-таки получают те благодарности, да, в результате вот успехов наших выпускников, да, ну, которые, в принципе, которые ни в каких деньгах не измерить, то есть они видят, значит, результаты своей работы в виде высоких баллов и исполнения желаний, и, значит, наших выпускников. — Николай Евгеньевич, спасибо вам большое за ваш комментарий. Я напомню, это был Николай Целищев, директор лицеи информационных технологий номер 28. — Да, кстати, ты видела эту новость на сайте регионального министерства образования, очень заинтересовала меня. Речь идет о том, что Минобранауки России поддержал создание приложения, и оно уже запущено, приложение для смартфонов, да, «Поступай» правильно называется. Этот сервис обеспечивает доступ всех желающих к информации о высших учебных заведениях в нашей стране. То есть вот берет смартфон человек и прямо листает. Правда, наверное, очень емкое приложение, потому что очень много вузов в стране. — Но сложно оценивать функционал не в виде приложения, но тенденция очевидна. Все идет в интернет, да, и мы живем в информационном обществе. У нас рулят социальные сети, приложения, мессенджеры. Сейчас это основной канал получения информации, и мне кажется, что особенно современные выпускники, современные ребята, они уже мыслят именно вот таким вот цифровым способом. — Хотя их пытаются ограничивать все время. Тот же самый ЕГЭ, на него же не запускают с гаджетом, да? Отбираются при входе. — Но это другое. — Металлоискатели и так далее становятся. Ну вот в целом, как ты оцениваешь вот эти постоянные разговоры руководства области о том, что надо вот заставлять, не знаю, не заставлять, не принуждать, но как-то вот мотивировать ребят к тому, чтобы они оставались в регионе, никуда не уезжали. Там другие люди говорят, допустим, уезжают, лишь бы потом возвращались. Вот я этой, например, точки зрения придерживаюсь. Пусть посмотрят мир, страну. — Ну, мне кажется, что разговаривать об этом бесполезно. Нужно делать, в первую очередь, делать что-то для того, чтобы наши выпускники оставались в регионе. Развивать инфраструктуру, показывать людям возможности, а чем они, собственно, смогут у нас заниматься. Потому что возможностей Питера, Москвы гораздо больше, чем родного Кирова. И, в принципе, молодые люди сейчас это понимают, когда они увидят, что да, здесь действительно есть поле для развития, здесь есть современные предприятия, новые подходы, новые технологии. Вот тогда они будут оставаться, либо возвращаться. Пока этого у нас не происходит, я думаю, от нас будут уезжать. — У нас на связи еще один директор учебного заведения, очень известного, престижного, Валерия Волокжанина, директор авиатской гуманитарной гимназии. Валерий Владимирович, добрый день. — Добрый день. — Да, добрый день, Валерия Владимировна. — Да, мы сегодня в эфире связываемся с руководителями некоторых кировских школ. Поздравляем, в первую очередь, с завершением очередного учебного года. — Спасибо. — Ну и, собственно, хотим знать, чем он вам запомнился и какие вы особенности видите в выходящем году. Там сколько медалистов, стабальников. Вот хотелось бы выяснить всю эту информацию. — Конечно, этот учебный год был очень насыщенный на события, и не только для 11 классов, но и для всей гимназии. Но, наверное, все равно в конце учебного года принято подводить итоги, с которыми выходят наши выпускники в жизнь. И действительно очень радостно, что в этом году параллель, который заканчивает учебу, выпускается с 11 аттестатами с отличиями. Три человека получили 100 баллов на экзаменах по литературе, по русскому языку, по химии. И что очень отрадно для нас, достаточно много детей, которые получили 98 баллов на экзаменах. К сожалению, для детей в основном это обидно, что двух баллов не хватило до сотки. Но вместе с тем нам кажется, что это хороший старт, который позволит им поступить в высшеучебное заведение того уровня, который они претендуют. — Это число 11 медалистов с отличием, мы сказали? — 11 медалистов и 3 стабальника. — По сравнению с предыдущими годами этот результат лучше, хуже на том же уровне? — По количеству медалей, по количеству стабальников. — По количеству медалистов примерно такой же, по количеству стабальников тоже примерно такой же. Но очень нас порадовал вот тот разброс предметов. То есть это не только русский язык, но и литература, и химия. И мы благодарны очень педагогам, которые подготовили таких выпускников. — Да? — Валерия Владимировна, хотела спросить как раз по поводу переезда из нашего региона. Когда советуются с вами ваши выпускники уезжать или оставаться? Что вы им советуете? — Вы знаете, в каждом конкретном случае, зная конкретного ребенка, мы советуем разное. Для некоторых я говорю, что лучше возможность уехать, потому что они выбирают те специальности, которые просто наши кировские вузы не предоставляют. Другим я говорю о том, что можно и, может быть, даже лучше остаться сейчас, поступить в учебное заведение Кировской области, закончить бакалавриат. А когда уже они точно определятся по тому направлению, по которому они пойдут, уже магистратуру рассматривать в других областях. То есть все индивидуально. — Ну вот конкретно уже в этом году многие выпускники собираются все-таки пробовать свои силы в других, в многородних вузах? — Я думаю, что, наверное, примерно процентов 50-60 будут пробовать в другие вузы, в других регионах. — Но вот эти высокие баллы, они позволяют все-таки попытаться? — Да, высокие баллы позволяют, да, и плюс позволяет победа или призовые места в заключительном этапе Российской Олимпиады школьников. А таких у нас тоже два ребенка есть. — Ну и мы сегодня спрашиваем, собственно, так сказать... — Про ЕГЭ. — Нет, а, про ЕГЭ, отношение к ЕГЭ. — Да. — Да. Валерия Владимировна, вот ваше отношение все-таки оценка единого государственного экзамена, с годами все уже утряслось, все привыкли к нему, и ребята, и педагоги, и родители, и нужно ли совершенство? — Я думаю, что... — Нужно ли совершенство? — Я думаю, что сама процедура единого государственного экзамена, она уже достаточно привычна. И очень хорошо, что сдав экзамены один раз, ребенок может претендовать на поступление в несколько вузов. Потому что, когда я только начинала работать, я помню, дети, наши выпускники, только успевали переезжать из одного города в другой для того, чтобы сдавать вступительные экзамены в разных вузах. Причем программы были разные, требования были разные. Для ребенка это было гораздо сложнее, чем сейчас. А по самому содержанию, наполнению ЕГЭ, конечно, каждый год что-то меняется. И я думаю, что меняется в лучшую сторону. — Спасибо большое. — Это была Валерия Волокжанина, директор Вятской гуманитарной гимназии. Благодарим вас за ваш комментарий. — Продолжим наше общение с руководителями школ. У нас на очереди еще школа 66-я в Новоавиатске с углубленным изучением отдельных предметов. А еще в поселке Вахруши школа у нас с руководителями этих учебных заведений будем связываться уже после небольшой рекламы. Мы возвращаемся в эфир на 101FM Дневной Разворот. Владимир Сметанин. — Юлия Афанасьева, да, еще раз приветствуем вас. И мы сегодня говорим об итогах очередного учебного года. — И у нас на связи должен быть сейчас еще один наш эксперт. Это Игорь Витальевич Олин, директор средней школы поселка Вахруши. Также поговорим мы с ним, как его ребята, его выпускники издали ЕГЭ в этом году. По поводу переезда. — По поводу переезда? — Да, по поводу переезда из нашего региона. — То, о чем мы с тобой в перерыве сейчас говорили. — В перерыве, да, обсудили. Вот, Володя, сейчас при каких условиях ты бы решился переехать из региона? — Чтобы то место, куда мы вместе с ними переехали, чтобы было гарантировано жилье, чтобы достойный заработок. Вот, наверное, основные условия. — Так, у нас на связи есть уже Игорь Витальевич. Да, Игорь Витальевич, добрый день. — Добрый день. — Да, добрый день. Добрый день. Поздравляем вам с тем, что завершился очередной учебный год. И мы сегодня связываемся с руководителями кировских школ. И вот вам сейчас позвонили. Хотелось бы узнать, как у вас обстоят дела. Как ребята сдали ЕГЭ? Есть ли стобальники? Сколько медалистов? Куда собираются поступать? Какую жизненный путь себе выберут? Вот все эти вопросы хотим вам задать. Ну, давайте с результата все-таки начнем выпускных экзаменов. Выпускных экзаменов. Как у вас, ребята, в этом? — В этом году у нас заканчивали школу 31 выпускник. Ну, сдали так, скажем, средний. Средний. Есть стобальник по русскому языку. По русскому языку сдали очень хорошо. Высокий очень был балл. Несколько там подвели технические предметы. Ну, русский язык мы напоминаем обязательный предметы. В принципе, мы заболены результатом. У нас два медалиста в этом году золотые медали получают. Получили уже. — Это больше, меньше по сравнению с предыдущими годами? Ну, в принципе, бывает когда-то побольше. Было четыре, например, медали. В какие-то годы бывает одна. Ну, так. Не особо по результатам какой-то выдающийся год. Такой обычный. А чем он отличается от всех предыдущих? — Выпуск. — Что именно? — Чем отличается именно нынешний выпуск? — Да-да-да. — Ну, я вот каждый год, когда наблюдаю на выпускных вечерах класса, ловлю себя на мысли, всякий год, каждый год, что наша профессия, вот учительская, она все-таки очень благодарная. Работа в школе очень благодарная. И смотришь каждый новый выпуск, и кажется, что эти ребята еще лучше, намного лучше, чем мы в свое время были, наше поколение. И каждый новый выпуск кажется чем-то лучше, чем предыдущий. Вроде бы, уже лучше не может быть. Выпускаешь, радуешься им, а следующий год приходит и смотришь, вот ведь удивительно. Ребята были маленькие, выросли, и стали такие красавцы, такие умницы. — А чья это? — И в этом году тебя тоже поймал на этой мысли. — А чья это заслуга? Кто добился этого? Такая общая работа и педагогов, и учеников, и родителей? — Тут, да, конечно, общая работа. Здесь большой вклад. Я отмечаю в последние годы родителей, потому что родители очень стали настроены на школу, настроены на результат, на такое общение деловое именно. Очень переживают за то, что там с детьми происходит, как они. Очень много участвуют в школьных делах. Конечно, это вопрос и самообразования, потому что дети в старших классах, особенно в 10-11-м, сегодня в такой конкурентной среде, очень переживают, как что будет, и много самостоятельно занимаются. Ну и, конечно, большой вклад педагогов, безусловно, всегда есть. — А куда ваши детки в этом году собираются поступать? — У нас по традиции, все-таки у нас рабочий поселок, я всегда говорю, что наша школа, она большей части пролетарская, у нас большая часть детей после 9-го класса уходит в техникум и колледжи. — Рабоче-крестьянская. — И получается очень много рабочих профессий, да, мы этим готовим, этим тоже гордимся. Но в старшие классы идут ребята, как правило, ориентированные сразу на вузы, то есть они хотят поступить в какие-либо вузы. И у нас, так как нет большого количества классов, то у нас универсальное идет образование, и там уже внутри класса идет какая-то дифференциация. И в основном выбирают вузы местные, многие поступают в государственный университет. Оба медалиски в этом году они решили в медицинскую академию поступать. Есть даже выбор сельхозакадемии, не так часто бывает, но вот некоторые ребята там выбирают экономические, например, специальности. Каждый год кто-нибудь уходит в военные вузы, но их в Кирове нет, поэтому они уезжают в какие-то регионы другие, по линии МЧС, по линии ФСБ, вот такие есть учебные заведения, тоже туда стараются попасть. А простите, стобальник или стобальница мы не выяснили, по-русскому. Что выберет? Какой вуз? У нее, по-моему, несколько есть вариантов, поэтому точно не могу сказать, куда она в конечном итоге. Это девушка, да, все-таки? Да, девушка. А педагогическую специальность многие ли выбирают? Каждый год в последнее время, когда стали заключать целевые договоры, то ребята обращаются с просьбой, чтобы такие договоры мы с ними заключали. Бывают по 5-6 человек ежегодно, в этом году 5 человек. Мы очень надеемся на этих ребят, что они будут поступать, учиться и будут возвращаться к нам, потому что пока мы не видим иного варианта смены кадрового состава у нас. Обновление. Да, проблемы возникают очень серьезные. И с русским языком вот нам требуется сейчас преподаватель. На будущее вот ждем у нас в следующем году, ребята должны закончить информатику и английский язык, встретить к нам, поэтому каждый год есть все-таки есть желание, чтобы кто-то к нам приходил, и мы никак не можем дождаться. Вот они все еще учатся, когда к нам придут работать, потому что кадровые проблемы возникают острые. Игорь Витальевич, напомните, пожалуйста, суть вот этого целевого договора. Школа и выпускника. Это договор сейчас подписывает школа, ребенок, если ему 18 лет, или его родители, если ему нет 18 лет. И управление сейчас образованием участвует. И затем есть целевой набор на педагогические специальности у нас в Вятском университете. И там идет отдельный конкурс среди вот этих целевиков. Они учатся 5 лет, а через 5 лет школа гарантирует им прием по своей специальности на работу. А какой-то временной промежуток должен отработать, да, этот выпускник уже потом в ВУЗе? Да, он должен будет отработать несколько лет. Несколько лет. То есть школа в этом случае выступает как будущий работодатель и, насколько я понимаю, оплачивает обучение, правильно? Нет, к сожалению, он не оплачивает обучение. А в чем тогда профит для выпускника? Что он точно найдет работу, чтобы получить работу. Гарантирует место работы в будущем. Это тоже немаловажно, конечно. Но таких серьезных каких-то преимуществ финансовых нет. Спасибо большое. Спасибо. Игорь Олин, директор средней школы. Да, поселка Вахруша. Спасибо, удачи вам. Еще один будем делать звонок, да? Ну да, у нас осталось еще 4 минуты. Давайте мы наберем Сергея Михайловича Шустова. Это директор 66-й школы с углубленным изучением отдельных предметов в Нововятском районе. Да, будем сейчас набирать. Кстати, у нас официально, по-моему, есть эта цифра. У нас Кировстад делится информацией по поводу того, сколько все-таки выпускников в школу уезжает учиться в другие города, учебные заведения. Есть такая информация? Если честно, я раньше не видела. Не припомню. Просто сейчас я поймал себя на мысли. Да, вот о чем нам сказала Валерия Владимировна Волокжанина. 50-60 процентов, да, она сказала. Будут все-таки пытаться. Половина, больше половины. Ведь это на самом деле для области печально. На самом деле, я думаю, что выпускники гимназии и лицеев, сильных школ ориентированы прежде всего на поступление в столичные вузы. У нас, я думаю, как правило, остаются все-таки кировские выпускники других средних, общеобразовательных кировских школ. А тех, кого муштруют последние два года, как правило, уезжают за пределы региона. На связи у нас уже есть наш спикер. Это Сергей Михайлович Шустав, директор 66-й школы с углубленным изучением отдельных предметов. Сергей Михайлович, добрый день. Добрый день. Да, добрый день, Сергей Михайлович. Ну, как ушедший, уходящий учебный год прошел в вашей 66-й школе? Как много медалистов, как много стобальников? Есть ли они вообще? И какие дальнейшие учебные заведения, высшие или средние, будут ребята выбирать, выпускники? Ну, очень приятно, что все-таки наши дети есть талантливые. Но у нас, в отличие от лицеев и гимназий, у нас есть свой закрепленный микрорайон. То есть мы обучаем всех. Самые лучшие ученики после четвертого класса, вот и в этом году, уходят в лицеи и гимназии. В эту же православную гимназию. И русская экономика проводит все. А, то есть вы такой поставщик? Кадров. Да, поставщик. Вы не поверите, в том году, знаете, трижды стобальник Артемьев Александр, который прославил нашу Кировскую область и ФМЛ. Да-да-да, о нем писали, да. Это ученик нашей 66-й школы. Четыре года у нас учился. Начал показывать результаты. Его тут же пригласили уже в физико-математический лиценз. Ну, я горжусь, в этом году у нас один класс, 29 человек, и шесть из них – это золотые медалисты. Ух ты. Ну, это достаточно высокий процент. Да, практически 20 человек получили золотой значок ГТО. Ага. Ну, медалисты, я надеюсь, не только девчонки. Парни есть? Да, и мальчики. Парни есть? Просто обычно… Еще самое интересное, я считаю, что в этом году у нас есть стобальники. Вот если брать просто общеобразовательные школы города Кирова, у нас всего 7. Если брать лицей и гимназии уже по области, понятно, что их там много. Угу. У нас девочка написала на 100 баллов русский язык. Это как бы не первый результат, который мы показываем, но вот гордимся нашими выпускниками. Ну, безусловно, конечно, да, это причина и повод для гордости. А непосредственно выпускники 66-й куда идут обычно поступать дальше? Ну, видите, у нас вот на Ольгарский район, он не такой уж богатый рабочий район, поэтому, конечно, многие остаются в Кирове. Угу. Был такой пример. Несколько лет назад, лет 7 назад, мальчик очень хорошо знал химию, показал практически третий результат по химии в Кировской области. Его, естественно, бесплатно пригласили учиться в Московский Дилеевский институт. Угу. А вот если бы не было ЕГЭ, он бы просто не поступил бы на вступительную хумину, что просто было бы, ну, как бы проживать вступительные экзамены. Угу. Ну, это было бы гораздо сложнее в плане логистики, инфраструктуры и так далее, да? Да, да, да. Вот то, что он показал высокий результат, он был влюблен, он уже закончил. Естественно, он остался в Москве доволен тем, что вот именно благодаря школе, благодаря своим результатам по ЕГЭ он реализовался. Хорошо, спасибо вам за ваш комментарий. Спасибо большое. В общем, очень здорово, что ваши выпускники тоже вас радуют, да, и ученики. Опрос. Да, опрос быстро. Спасибо большое, Сергей Шустав. Конечно. Спасибо большое, спасибо. Сергей Шустав, директор 66-й школы с углубленным изучением отдельных предметов. Это Новоевский район. На сайте. Итоги опроса. Все-таки к ЕГЭ относятся отрицательно 62,5% проголосовавших. Очень жаль, что у нас не было звонков сегодня от слушателей. Интересно, почему отрицательные отношения? Положительно относятся четверть проголосовавших и все равно 12,5%. 73% ведущий вариант отрицательно на нашей странице ВКонтакте. Вот такие итоги. Уходим, убегаем из эфира, вернемся через 20 минут. Сейчас новости у нас. Продолжение следует...